В округе приступают к очистке Малаховского озера. Ход проводимых работ обсудили на очередном заседании рабочей группы. Как прошла встреча, расскажем в сюжете. По подсчётам специалистов, на дне Малаховского озера, которое образовалось более трёх столетий назад, могло накопиться свыше 140 тысяч тонн иловых отложений. Но прежде чем приступить к очистке акватории, необходимо привести в порядок русло реки Македонки выше по течению. К работам приступят после нереста. Геодезисты делают необходимую разметку. В этом месте будут установлены боновые ограждения, для того, чтобы ветки деревьев, стволы, мусор не заплывали в озеро. На выездном заседании рабочей группы жители поднимали волнующие их вопросы. Разъяснение дал первый заместитель министра экологии Московской области Павел Бида. Мы его не спускаем до того уровня, который намечен у нас на конец лета, начало осени. Мы его спускаем, повторюсь, до того уровня, который необходим для очистки этого. Ну, это условный метр. Ну, будет понятно, после того, как геодезист будет. По словам экспертов, очистка озера будет неэффективна, если не затампонируют незаконные водовыпуски в Македонку на территории Раменского района. Люберецкая администрация и Министерство экологии этот вопрос держат на особом контроле. В апреле прошел рейд совместно с администрацией Раменского городского округа и городского округа Люберцы и с участием заинтересованных жителей. Выявлено 11 водовыпусков, с которыми сейчас ведется работа. И они, соответственно, часть уже перекрыты, часть еще работаем. Спуск воды для регулирования русла реки Македонки начнут в июне. Затем приступят к очистке дна реки от Ила. К сентябрю работы планируют завершить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.